Блокада ЖД-сообщения с оккупированными территориями Донбасса – это причина или ширма для отжима самопровозглашенными властями так называемых ЛДНР в прошлом де юры украинских предприятий? На ком ответственность за потерю части промышленности Украины? Что будет с захваченными предприятиями и их сотрудниками? Об этом говорим с экспертом по международным и правовым вопросам Андреем Бузаровым. Андрей, добрый вечер, спасибо, что пришли ко мне в студию. Добрый вечер. Итак, главный вопрос. Все-таки ширма ли это была или причина, я имею ввиду блокада некоторыми народными депутатами и ветеранами АТО, железнодорожных путей и торгового сообщения с Донбассом? Или все-таки Кремль решил воспользоваться этим моментом и сыграть свою игру? Тут каждый свои бонусы какие-то получил. Если мы говорим об украинской части Донбасса, то все, что происходит с так называемой блокадой, это хорошо спланированная акция, хорошо подготовленная, в которой участвуют не только представители какой-то одной политической силы или сторонники какого-то одного политика, а группа людей привлечены, в том числе беспартийных, активистов гражданских, вооруженных, отдельных людей. Поэтому это хорошо спланированная акция. Истинная цель лично мне пока остается непонятной. Декларированные цели, которые мы видим в Фейсбуке, которые мы видим на сайте штаба блокады, это одно. Цель обмен пленами была самая главная и первоначальная, я не ошибаюсь? Это условия снятия блокады, так называемой. Их две. Принятие закона об оккупированных территориях и обмен пленами. Но насколько эффективна вот такая борьба, если у нас есть Минская контактная группа для обменов пленами, есть инициатива Савченко, Надежда, которая работает. А что касается принятия законов об оккупированных территориях, то любой юрист, любой человек, который разбирается в ситуации, скажет, что этот закон не предусмотрен Минскими соглашениями. Если мы критикуем Минские соглашения, говорим о том, что они ненормальные, либо нормальные, наоборот их поддерживаем, то они, нужно признать, что они существуют как факт объективной реальности. Лично мне они не совсем нравятся. Но закон об оккупированных территориях, мне кажется, это признание того, что Донбасс в ближайшие годы, я имею в виду не подконтрольная часть Донбасса, в ближайшие годы уже никогда, ни при каком варианте, даже путем дипломатического способа, не будет возвращен состав Украины. Андрей, как по-вашему, насколько бесповоротна, безвозвратна та так называемая национализация, что прошла в самопровозвращенных республиках? Нужно быть реалистами. Мы все прекрасно помним весну 2014 года, мы все прекрасно помним, что происходило на Донбассе и вообще в Донецке. Фактически все эти предприятия и так были под контролем ДНР и ДНР. Вопрос о том, как им удавалось все это время работать в бюджет Украины, каким-то образом мы все прекрасно понимаем, что это не просто так. Были какие-то договоренности с ДНР и ДНР, чтобы все эти предприятия работали. Вот как им удавалось три года в таком сомнительном правовом согласии пребывать, это отдельный вопрос. Я о нем говорить сейчас не хочу. Но фактически эти предприятия и так были под контролем ДНР и ДНР. А сейчас просто идет полная узаконка, скажем так, квази-узаконка, поскольку ни о каком правом поле нельзя говорить, когда мы говорим о ДНР и ДНР. Но фактически они укрыли ни Крыни, ни под контролем. И волей-неволей мы теряем поступление в государственный бюджет, это факт. Кого тогда можно назвать выгодополучателями вот этой ситуации? Никто. Блокада и отжим предприятий? Никто не получает никаких бонусов, никакой выгоды. Тут все в прореши на самом деле. Даже те, кто организовал эту блокаду, мы все понимаем, что это довольно серьезные политические игроки и партии, и активисты, и ветераны, то они должны отдавать себе отчет в том, что они делают. Тут я согласен с Аваковым, который им сказал, что рано или поздно нужно будет за это нести ответственность. Может быть, это не юридическая ответственность, но может быть, это морально перед обществом. И те предприятия, которые на Донбассе находятся, украинские, их закрытие повлечет за собой серьезные социальные последствия, безработицу на неподконтрольной части. То есть вы прогнозируете то, что они, скорее всего, закроются? Конечно. Потому что Россия конкурирующая... В конечном счете, да. Часть из них будут работать, но в конечном счете они закроются, поскольку рынок сбыта – это Украина, а Россия перенасыщена различной продукцией из-за санкций. То есть у нее идет переизбыток производства. Рынки России полны всем и металлопрокатом, и углем. Они готовы экспортировать куда угодно. Просто у них большая сложность с экспортом этой продукции, так как санкции наложены и существенные проблемы внешнеэкономической деятельности. В этой связи можно ли утверждать, что блокирующие невольно, а может быть и вольно подыграли в этой гибридной войне? Тем, что ослабили экономику, в частности. Прогнозируемо, что люди останутся без работы. Далеко не все сторонники Украины на той территории. Как эксперт я не могу сказать, что блокада – это часть гибридной войны России, так как, к сожалению, а может быть, к счастью, блокада не России была организована. Так называемая блокада Набаса была организована патриотически настроенными общественными активистами, народными депутатами. По крайней мере, или во всяком случае, таково их видение, как они говорят о патриотизме. А реальные задачи, реальные цели, они непонятны ни обществу, ни мне, ни всем другим. Принятие закона об оккупированных территориях или обмен пленными, я уже об этом сказал, есть другие способы и средства, как можно их достигнуть, но не путем блокировки. То, что действительно были выявлены факты контрабанды, и действительно сомнительными схемами идет продажа и многое другое между подконтрольным и подконтрольным частью Набаса, мы все это так знали. Мы все это прекрасно понимали, это ни для кого не было открытием. Но каковы последствия этого всего? Нужно осознавать активистам. Вы как юрист, дайте, пожалуйста, правовую оценку действий этих активистов. Есть разные мнения, моя позиция очень четкая. Я считаю, что все действия абсолютно незаконны. У нас есть правоохранительная система, украинская обохранительная была, я не слышал, и она должна была восстановить порядок. Все есть функции для этого, и все есть полномочия у МВД, у СБУ, у армии. Есть антитеррористический центр с штабом в Изюме, но приказ не поступает. Чьей воли не было? Президент Украины. Конкретно президент Украины не дает приказ о восстановлении правопорядка. Дело в том, что Донбасс находится в зоне антитеррористической операции, где существует особое применение права и законодательства Украины. Даже в условиях вот этой экстренной ситуации существуют все необходимые полномочия для того, чтобы восстановить порядок. Если завтра я, Музаров Андрей, начну блокировать движение транспорта... Какая ответственность должна за этим последовать? Это дело не в ответственности, а дело в последствиях. Через две минуты приедет спецназ, арестует меня, и на этом закончится. Если я начну блокировать работу Борисполя, меня арестуют. Этих людей никто не трогает. Была какая-то попытка со стороны Бройскина, со стороны председателя, с полицией, но она ни к чему не привела. То есть была ли это фиктивная попытка? Не знаю. Глобально. Почему? Почему все-таки власть не взяла на себя ответственность? Из-за политизированности процесса. Это не просто акция, организованная какими-то спонтанными людьми. Это акция, организованная во многом представителями политической фракции самопомощи, политической партии. Андрей Садовой, прошу прощения, он неоднократно высказывался в пользу этой блокады. А его подчиненные, его приближенные это поддержали. Все вопросы нужно задавать Андрею Садовому, мэру Львову. Но я не знаю, почему он сейчас так умело уходит от всего этого. И фактически он знает ответы на все вопросы, связанные с блокадой. Георгий Тука на днях заявил, что если оставить данные действия активистов без внимания должного, то это может, цитата, породить все дозволенности. В дальнейшем блокады могут даже стать частью украинской политической борьбы. Ну, борьбы или даже культуры. К сожалению, Тука может быть прав, но я хочу напомнить Георгию Туке, что это не первый раз, когда активисты используют экстремистские фактические средства. Мы хорошо помним, что было вокруг так называемой энергоблокады Крыма, когда были взорваны энергосистемы. Кем и почему никто не дал на это ответа? Вы представьте, если бы переселенцы из Донбасса вышли куда-нибудь, взорвали бы электросети, сказали, увеличите нам, пожалуйста, помощь на оплату кармана. Все бы арестовали и повесили бы ярлык сепаров за пять минут. Но тому, кто взрывал электропередачи на Херсонской области, на границе с Крымом, можно это было делать. Эти лица не были привлечены. Тому, кто блокирует сейчас работу транспортных развязок с Донбассом, так называемой блокадой, тоже это можно делать. То есть, очевидно, есть какие-то выборочные подходы и выборочное правосудие ко всем участникам политического процесса в Украине. Возвращаясь к национализации, так называемой национализации в ЛДНР, СБУ перехватило часть разговоров главы самопровозглашенного Александра Захарченко с неким его поплечником. Вы говорили, что в этом разговоре видны схемы и мотивы. Можно ли из этого разговора понять, что будет дальше с этими предприятиями и не останутся ли люди, их работники, этих заводов, шахт на улице? Ну, во-первых, если этот разговор достоверный, то здесь как раз больше возникает вопросов, чем ответов. И из этого разговора можно понять, что будущее, ближайшее будущее этих предприятий под вопросом. То есть, в чью собственность, в чью подведомственность перейдут все эти предприятия, сложно сказать. И из этого разговора это видно, это четко прослеживается. Вот эта вот борьба за предприятие между Захарченко, между какими-то другими людьми, там фамилия Курченко всплывает. То есть, он высказал свое недовольство, что ни к нему, ни к его, там бандитом переходит предприятие. Результат какой можно сделать после прослушивания этих телефонных разговоров? То, что предприятие уже точно под контролем ДНР-ВНР, а теперь в рамках ДНР-ВНР должен быть назначен ответственный человек за контроль над этим предприятием. Вот и все. И раз мы уже заговорили о телефонных разговорах, недавно появилась информация о том, что в конце, я так понимаю, прошлого месяца, состоялся телефонный разговор президента Украины Порошенко и с Путиным. О какой результативности таких переговоров можно говорить, и каковы причины возможные этого звонка? Вот смотрите, впервые, я хочу напомнить, мало кто уже, честно говоря, это помнит, впервые Порошенко встретился с Путиным 6 июня 2014 года. Нет, в Нормандии, это даже никто не помнит. При том, что 7 июня была инаугурация, а 6 за день до инаугурации он уже встречался с Путиным на присутствии Обама, Меркель и так далее. Вот с тех пор президент Порошенко регулярно поддерживает контакты с президентом Российской Федерации, с человеком, который ответственный за всю ситуацию на Донбассе. Он с ним общается лично, жмут руки, они общаются по телефону, они общаются через многочисленных своих помощников. Никто достоверно не знает, о чем они говорят. Никто достоверно не знает принципы, которые были заложены в основу Минских соглашений. Никто не видел до сих пор текста парафированного Минских соглашений, Минского протокола. Понимаете? Нам очень сложно экспертам делать какие-то анализы, производить анализы, давать какую-то оценку всем этим событиям, поскольку все очень сильно засекречено. И слишком много вопросов у меня возникает по поводу Минских соглашений, по поводу взаимоотношений Путина и Порошенко. Ну а с чем бы вы связали вот этот недавний звонок? Вот если взять обострение на фронте, или это национализация квазиреспубликами предприятий украинских, что именно возможно послужило? Я не думаю, что Путин и Порошенко будут обсуждать так называемую блокаду. Для этого у них есть другие каналы, другие ответственные лица, другие возможности, чтобы обсудить. И, скорее всего, это был разговор, который касался темы более глобальной. То есть, исполнение Минских соглашений, нормандского формата, возможно, каких-то вопросов, которые могут возникнуть в связи с разговорами Путина-Трампа и Порошенко-Трампа. Поскольку американский фактор, он важен, и он влияет на отношения России-Украины, России-США и Украины-США. В связи с блокадой и прочими действиями, жизнь украинских граждан на оккупированной территории заметно ухудшилась. Можно называть это отсутствие теперь гуманитарной помощи, конкретно от гуманитарного штаба Рината Ахметова. Из-за отжима Укртелекома 200 тысяч людей остались без связи и без интернета, что важно было. Теперь, так сказать, диагноз ТВ головного мозга может постичь и людей адекватных, живущих там. Я хочу сказать о том, что некоторые предприятия также перешли в рублевую зону и перейдут сейчас там. Все, что отожмут, его переназовут, оно будет работать по местным законам. Я к чему веду. Можно ли оценить масштаб глобальной этой потери и преднестровизация ли это конфликта? Не к тому ли все идет к заморозке? Я думаю, не будет ситуация похожа на преднестровский сценарий, хотя в чем-то есть явные общие закономерности, тенденции. Но, скорее всего, ситуация на Донбассе будет намного хуже, поскольку в Приднестровье конфликт закончился много лет назад. А у нас постоянно идет подпитка этого конфликта. Фактически каждую неделю гибнут люди, военные, гражданское население, уничтожается инфраструктура, Украина несет финансовые убытки. К сожалению, мы мало что можем здесь делать, но ситуация на Донбассе не может никаким образом оправдать бездействие центральных властей в Киеве по отношению к некоторым социально-экономическим вопросам. Если блокада организована кем-то, да. Вот есть активисты, которые организовали. Может быть, часть украинского общества это поддерживает. Может быть. Но как цивилизованно это нужно решить? Что дальше делать с гражданами Украины, которые находятся на территории как подконтрольной, подконтрольной частью Донбасса? Так как будет страдать сейчас промышленность, металлургия, угольные предприятия, нужно что-то делать с людьми. Если мы закрываем полностью все контакты, всю торговлю с подконтрольной частью Донбасса, это означает преступление. Поскольку мы фактически не только отрезаем территорию, мы отрезаем около трех... Привогу, но гражданам. Это разве не депутаты от самопомощи предлагали... Я специально не хочу сейчас об этом говорить. Не политизирую вопросы. Я так понял, что они как раз и предлагали вот такое решение. Не только они, а и в экспертной среде постоянно об этом говорят. Что нужно отрезать, нужно... Сильное лобби у этих людей? Ну, к сожалению, да. Поскольку часть украинского общества, не осознавая опасность подобных вопросов, поддерживает их. Экспертная среда их поддерживает. Не большинство, но часть. Слава Богу, в Украине есть здравомыслящие эксперты, политики, которые эту ситуацию так не воспринимают. А есть те, которые говорят, нужно отрезать и будем дальше в Европейском Союзе. Три года назад точно так же говорили о Донбассе и Крыме. Говорили, нужно быстрее Донбасса стать Россией, Крым Россией, мы хорошо заживем. Три года прошло, значит, дело было не в Донбассе, не в России. А вся проблема была внутри Украины из-за коррупционных своих схем, из-за отсутствия здравой и специально-композиции. Так и Донбассом, это же не закончится Донбассом, скорее всего. Совершенно верно. Это прецедент может быть создан опасный. Раздача таких территорий налево или направо создаст плохой пример для будущих политиков. А они уже сейчас, эти будущие политики, формируются в Украине. Андрей, я благодарю вас за интервью, за экспертную оценку. В гостях у всем миром был эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров. На этом у меня вся информация для вас. Встретимся, как всегда, через неделю, сразу после выпуска времени новостей Донбасса и прогноза погоды. Берегите себя и принимайте правильные решения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...